Фестиваль исторической реконструкции «Дальневосточный форпост» прошел выходные в поселке Волочаевка, соседней еврейской автономии. Там можно было увидеть представителей самых различных эпох, от рыцарей до солдат Великой Отечественной. Их костюмы максимально приближены к оригинальным, поэтому для гостей мероприятие было не только развлекательным, но и познавательным. Подробности у наших корреспондентов. На турнирной площадке у подножья Волочайской сопки развернулись настоящие рыцарские бои. Участники называют себя бойцами. Доспехи соответствуют исторической эпохе, изготовленной по образцам того, что носили в Средневековье. Веси они достигают 20-30 килограммов. Современные рыцари говорят, что во время поединка главное беречь шею. Мы используем дополнительные подвязки на грудь и на спину, чтобы распределить удар. Также, когда ты принимаешь удар, у тебя не должна быть жесткая шея. Ты должен слегка за ним наклоняться. Ты когда наклоняешься, в итоге шлем упирается в тело, и удар уходит в плечи. Фестиваль «Дальневосточный форпост» собрал около тысячи любителей исторической реконструкции из разных регионов России и даже из Киргизии и Китая. Бьемся за справедливость. Участники должны соблюдать ряд правил. Например, сражение регламентирует специально Федерация средневекового исторического боя. Разрешены практически любые ударные бойцовские воздействия на противника. За исключением ударов под колено, локтевые изгибы, стопы, пах и некоторые болевые удушающие приемы. А так можно бить, бороться, сталкивать, работать командой, бить втроем одного и прочие прелести нашего спорта. В этом году программу фестиваля дополнила площадка, посвященная локальным конфликтам с Японией на Дальнем Востоке в 30-х годах 20-го века. Также организаторы подготовили показательные выступления. Реконструкцию боев времен Гражданской и Великой Отечественной войны. Посетители форпоста могли не только посмотреть реконструкцию сражений, но и пройти исторические мастер-классы. Сплести пояс и пряжу, пронести кармы со сведрами или сыграть в народные забавы. Я ловлю твою, а ты ловишь мою, понял? Да, и когда вы бежите, свою палку придерживать нельзя. Вот так вот. Пускай, давай. Итак, давайте попробуем. Раз, два, три. Также для гостей были открыты ярмарки с украшениями разных исторических эпох. А завершился фестиваль выступлениями музыкальных коллективов. Софья Шульга, Юрий Золотарев, Максим Каноненко, Телеканал «Губерния».